Игорь, сегодня мы с вами встречаемся на конференции ваших поставщиков. Сколько вообще у X5 Retail Group партнеров и как эта цифра меняется в последнее время? У нас больше 6000 поставщиков, что приятно, что за этот год появилось новых больше тысячи. Эта цифра постоянно меняется, потому что с какими-то поставщиками мы продолжаем работать на долгосрочной основе. Появляются новые поставщики, которых мы постоянно вводим в матрицу. В общей сложности у нас больше 6000 поставщиков, наших партнеров. Если говорить о локальных поставщиках, то какую долю они поставляют в магазины вашей сети? Около 90% поставщиков это те, кто имеет производство на территории нашей страны. Около 30% в каждом регионе это локальные поставщики. Это больше всего продукция, связанная к хлебобулочным изденья. Фрукты, овощи, фреш. Так считается, что отношения сетей и поставщиков зачастую складываются достаточно сложно. Вот у вас большое количество партнеров вы назвали. А как ваши отношения развиваются? Ну смотрите, мы не просто так. Последние пять лет, когда проводим конференцию поставщиков, называем ее диалог. Важной частью культуры нашей компании является получение обратной связи, получение обратной связи от наших покупателей, от наших сотрудников, и, безусловно, от наших партнеров, от наших поставщиков. Поэтому в последние годы мы стараемся слышать обратную связь от наших партнеров, учитывать это в нашей совместной работе и, безусловно, мы видим, как за последние два-три года это повысило эффективность нашей работы. Примером этому является отчет Advantage. Несколько лет назад ни одна из наших сетей не была там на передовых рейтингах этого отчета. Сегодня Перекресток занял первое место, а Пятерочка находится в топовых рейтингах. Это непосредственно отражает то, как мы меняемся по отношению к нашим поставщикам. Вот вы сегодня также еще говорили о стратегии компании. Расскажите, что из утвержденной ранее стратегии удалось реализовать и что в планах? Как я уже сегодня говорил, когда ты говоришь о стратегии на будущее, очень важно посмотреть на то, что было сделано в прошлом, из прошлой стратегии. У нас действительно была сформирована в 2018 году наша стратегия 18-20 с фокусом на текущий бизнес. Нам удалось сделать очень многое. Мы повысили эффективность текущего бизнеса, мы снизили текучесть в магазинах. Это была у нас одна из проблем. Мы запустили новые концепты Пятерочка и Перекресток. Также у нас повышена эффективность большинства бизнес-процессов. Плюс в 2018 году была запущена глобальная цифровая трансформация, которая безусловно способствует там сегодня нашему технологическому лидерству. Если говорить о новой стратегии, то основным элементом этой стратегии будет присутствие на всех этапах клиентского пути. И сегодня мы себя воспринимаем уже не просто как участники рынка продуктовой розницы, а мы считаем, что рынок еды он общий. В нем пересекаются и оффлайн и онлайн. Соответственно, наша основная задача нашей новой стратегии это быть ключевым игроком, и технологическим лидером именно рынка еды.